Сегодня у нас будет лекция «Выход исхода из Египта», продолжение той, которая была ранее. На этой лекции я хотел бы объяснить фразу, которая читается практически в начале Агдаши в Песах. Мы были рабами у фараонов в Египте, и вывел нас Всевышний Бог, Господь Бог наш, рукой сильной и дланью простёртой. Сегодняшняя лекция ставит целью объяснить внутренний смысл этой фразы. Так как её объясняет Тариза и передаёт нам Алты Рэбе, Дочная Урзава и прочие хаббатские Рэбе. Из предыдущей лекции мы вынесли два важных вывода. Первое, что существует Лицраин, Египет, также в духовной области и даже в духовной области. И второе, что Египет описывает состояние в духовных мирах, которое называется словом беременности, и боль. Чтобы лучше понять, что скрывается за этим словом, приведу одну фразу из Египетского. Там есть такие слова, Азава Шавета Алис, Всевышний оставил землю. Словы эти повторяются там в двух посылках даже. Смысл у них такой, что говорят их нехорошие люди, грешники, которым представляется, что Всевышний не занимается нашей землёй, не занимается какими-то другими делами, но мы его не интересуем. То есть, в простом смысле, эта фраза описывает позицию чуждую иудовизму. Однако мы уже научены на опыте понятия Лицраин, что есть вещи, которые появляются в мире нечистоты, но имеют прообраз в святых мирах, в высших мирах. И на самом деле эта идея, в каком-то виде, что Всевышний оставил землю, она существует и живёт в наших книгах. Так, например, есть выражение в Зоаре, что Всевышний поднялся наверх. Там не говорится, разумеется, что он оставил землю, не дай Бог. Но есть какая-то похожая идея, что он как-то, интерес его смещается из нашего мира в какое-то другое место. Наш мир для него как бы не привлекательный. Итак, эта идея, мы с ней сегодня будем много работать, она объяснит довольно многое в том, что сегодня должно быть сказано. На сегодня, кстати, пользуюсь случаем сообщить, что сегодня должно быть сказано довольно много. Поэтому лекция будет длиннее, чем предыдущая. И формат у неё такой не перед субботой, не перед праздником. Хорошего, поэтому приступим, пойдём вперёд. Итак, понятие беременности. Можно его описать, если суммировать то, что мы говорили на предыдущей лекции, то можно описать его таким образом. Силы Всевышнего в основном сосредоточены в высших нарахах. Внизу, в нашем мире, есть какие-то его силы, но их немного. И они как бы не очень направлены, не очень адекватны к тому, что происходит в мире. Я объясняю это в дальнейшем. Таким образом, одно из описаний понятия ибур, беременность, это то, что Всевышние и его силы как бы не направлены на наш мир. В прошлой лекции мы затрагивали стих, сказанных в книге Брэши, при описании сна фараона. Фараон стоит на Ниле. И там, в предыдущей лекции, мы объяснили, что имеется в виду, Нил – это протяжение сферы Бина. Да, понимание и видение Всевышнего. И вот фараон стоит на этом Ниле. На чем он стоит, что он стоит? Мы знаем, что в сфере Бина находится в эмбриональном состоянии МИДОТ, то есть эмоциональное качество Всевышнего. Они в состоянии беременности, эмбриональном состоянии, они развиваются, они уже должны родиться. И вот тут, кто встает фараон, прижимает и говорит, нет, родом не будет. И, естественно, вопрос, мы его затронули чуть в предыдущей лекции, сегодня он станет практически основным. Почему фараон так хотел продлить состояние беременности, и почему он боялся рода? Другими словами, если бы сформулировано этот вопрос другими словами, он прозвучит так, что почему от состояния беременности идет приток жизненности в мирной чистоте. Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сделать два отступления, которые напрямую не связаны именно с темой нашей лекции, носят они довольно-таки общий характер в кабале и в хасидизме. Мы должны будем их разобрать, чтобы получить ответ на поставленный высший вопрос. Итак, первое отступление заключается в следующем. Мы упоминаем и часто упоминаем понятие «медот» Всевышнего, то есть как бы эмоциональное качество его, направленное на мир, его доброта, его строгость, его милосердие и так далее. Мы имеем в виду, в данном случае, именно шесть качеств. Известно, что качество его имеет некоторую структуру. Они состоят как бы из трех частей. И вот это хотелось бы пояснить. Эти три части называются разумное, эмоциональное и навязанное, которое можно сравнить, как будет именно дальше, с частями цена человека – голова, туловище и ноги. Поясним сочность этих частей на примере человека, который делает какое-то доброе дело. Например, дает деньги на бедных. Какие могут быть у него побуждения, которые привозят его к такому действию? И мы видим, при простом таком рассмотрении, мы видим, что могут быть побуждения трех видов. Первый. Этот человек проникся важностью заповеди Задака. Он понимает, насколько важно давать деньги бедным, помогать бедным. Насколько Всевышний хочет этого. Все это у него осознанно. Как результат, он дает деньги на знакомство. Как мы назвали этот уровень движущих сил, мы назвали его голова. Потому что действительно, в данном случае, главную роль играет голова, понимание человека. Другой случай. Человек особенно не вдумывался в сути этой заповеди. Однако, по своей натуре, этот человек добрый, щедрый, готовый поделиться с ближним. И он, как продолжение своих качеств, он делает это дело, он дает деньги на бедных. Это называется эмоциональный уровень. Он сравнивается с туловищем. Действительно, в туловище находится сердце, светочение наших эмоций. Наконец, есть третий уровень, который я назвал навязанный. Может быть, ситуация, когда человек особо ничего не осознавал. Он, может быть, вообще не любит этим заниматься, осознавать что-то. И у него нет особых каких-то там доброты или щедрости. Он не такой тип. И тем не менее, он делает доброе дело. Почему? Ну, можно представить, к нему подошел Равин, сказал, уважаемый господин такой-то, я очень хотел бы, чтобы вы, наряду с прочими членами нашей общины, поучаствовали, там, другое, петься. И этот человек, после некоторой борьбы, деньги ему жалко, с другой стороны, противопоставлять себя члену общины нехорошо, Равину отказывать не красиво. После некоторой борьбы, он дает эти деньги. Я назвал этот уровень навязанный, потому что человек делает его как бы, как подключение издавления извне. Можно привести такой пример, который, я надеюсь, пояснит эту мысль. Известно, что в еврейском народе была группа людей, которых все ненавидели, все презирали, и все боялись. Это были доносчики. Евреи, которые стучали, доносили на своих же братьев, властям. Это была самая презираемая, ненавидимая группа людей. И вот, как мне сказал один человек, ну, такое положение у евреев. К тебе приходит такой вот мусер, стуканчик. К тебе в дом пришел мусер, предложи ему стаканчай. Ну, понятно, что он не перестанет на тебя доносить. Ну, может быть, хоть от себя не добавит. Ну, представим себе ситуацию. В дом еврея заходит этот мусер. Отец семейства говорит сыну, принеси стаканчай. Сын идет абсолютно в полном непонимании. Все говорили, всегда говорили про этого человека, что только чтобы он ушел в землю, чтобы его не было и самые плохие вещи. Вдруг ему предлагают чай. Ну, да. Он несет этот чай? Папа сказал ему, подчиняется. Но для него это действие явно вынужденное и навязанное. Теперь посмотрим на Папу. Папа то же самое. Папа никогда в жизни не предложил ему ничего хорошего. Но нужно, так нужно сделать. Он подчиняется, только разница в том, что сын подчиняется явно давлению извне, а Папа подчиняется такому же давлению изнутри, но как будто бы оно извне, настолько оно чуждо всему строю его чувств. И вот этот уровень, который мы назвали подчиненное или вынужденное действие, это третий уровень, который содержится в нюхдот, который называется, можно сравнить с ногами. Понятно при этом, что если человек выполняет какое-то действие именно как навязанное, хорошо он его, слишком хорошо он его не сделает. Он сделает его нехотя, не желающим, не желанием, чтобы от него отвязались, но особых достижений там явно не будет. Итак, это было то, что я назвал первым отступлением, которое мы должны сделать, строение нюхдот. Три уровня, которые есть в нюхдоте. Следующее отступление. Известно, что Всевышний при создании мира создал также мирную чистоту, духовную чистоту, которая называется в Ситра Ахара, в книгах Кабалы. Известно также, что любой предмет, созданный Всевышним, нуждается в ежесекундной подпитке, в ежесекундном получении сил и жизненности от Всевышнего, ему недостаточно для того, что Бог его сделал в процессе творения. Он должен постоянно возобновлять свое существование за счет сил Всевышнего, за счет сверху Всевышнего. Это общее положение, которое приходит к нам как наследие Баалшемтова. И вот я возвращаюсь. Бог сделал Ситра Ахара, сделал мирную чистоту. Мирная чистота характеризуется тем, что в нем главное это ощущение собственного я, собственного я. Это не обязательно какие-то злые поступки, это не обязательно какое-то ненависть. Это только крайности. Главная квинтэссенция понятия Ситра Ахара это собственное я. То есть они признают, что Всевышний Творец он сделал мир. Очень хорошо. Он сделал мир, он всесильный, но мы тоже кое-что. Мы не просто мы, мы что-то значим. Так устроена Ситра Ахара. Мир святости построен на другом принципе. Я ничто, Всевышний это все и как говорится в Торе Эйно Адмиль Вадо нет ничего кроме его. Это ощущение мира святости и это то ощущение, которое не может к себе допускать Ситра Ахара. И тут мы приходим к некоторому противоречию. С одной стороны, как я уже сказал, Ситра Ахара должна получать жизненность от сил и от света Всевышнего. С другой стороны, свет его несет именно это раскрытие, что Эйно Один Вадо нет ничего кроме Всевышнего. А по-русски говоря, такая пища смертельна для Ситра Ахара. Для него это разрушительно такое сознание, оно уничтожит ее собственные ее ощущения и я. Как же она получает жизненные силы от светочного? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим процесс, который можно называть процесс творения, каким образом Всевышний создал наш мир и не только наш мир, и все духовные миры. Известно, что в начале какого-то процесса был только его бесконечный свет, бесконечный и который говорил только, что есть светочный. После этого Всевышний создал понятие и считал шелут, цепочку миров. Когда свет его входит в рамки этой цепочки, создает какой-то очень высокий мир, потом из этого высокого мира появляется следующий более низкий мир и так далее. В конце этой цепочки появляется наш материальный мир. В этом понятии ищеталшелут ищеталшелут от слова шалшеля на языке амешны это цепочка. Так же как шаршеля в современном иврите. Ищеталшелут цепочка миров можно перевести так. Там есть одно правило. Каждый более низкий мир получает свет немного более уменьшенный чем в предыдущем мире и более высокий и более скрытный. Поэтому в процессе ищеталшелут происходит последовательное уменьшение света Всевышнего и к концу цепочки он приходит уже предельно уменьшенный и скрытый. А теперь давайте выберем в том процессе который я описал три пункта. Первый пункт это его бесконечный свет который не имеет никакой формы и не на что не направлено. Второй пункт это ищеталшелут где-то в середине процесса ищеталшелут. Третий пункт это конец цепочки ищеталшелут где-то на уровне нашего мира. Проанализируем три этих пункта в том плане насколько свет который находится на них может дать силы дать жизненность мира нечистоты дать жизненность и траха начинаем снизу идем снизу вверх третий пункт который мы назвали это конец цепочки ищеталшелут ну как мы его описали света там мало он очень скрыт и поэтому послание которое несет этот свет что нет ничего кроме всевышнего оно не такое убийственное для 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 клипа они его могут получать нервничество и может получать этот свет это станет его живьем силу более высокий уровень то что мы описали как пункт 2 середина ищет сурут там свет в общем-то раскрыт и несет свое послание совершенно четко клепот в цитрах там делать нечего если они решатся воспринять этот свет это будет для них убийство и наконец пункт 1 бесконечность света ищет который предшествует понятию что живут и как это не парадоксально выясняется что там также может быть приток сил к мирной чистоте но это поскольку это не очевидно я приведу несколько примеров представим себе что в какую-то деревню приезжает миллиардер по каким-то нужным отдых проезжает не важно он оказывается в деревне но эта деревня идет в своей жизни там есть бедные там есть богатые у бедных нет коровы у богатых там три коровы понятно что с точки зрения миллиардера эти бедные эти богатые ну и просто все на нулевом уровне их имущество по сравнению с тем что есть у него полный ноль он просто не воспринимает его как имущество представим себе что он решил в силу каких-то причин он решил помочь жителям этой деревни отстегнул им 10 тысяч долларов довольно легко представить что он не будет говорить вот такую ты часть дайте более бедным такую ты часть более зажиточной по той простой причине что для него все абсолютные бедняки он их различные абсолютно не видит если он дает он дает бедным дает богатым на этом примере мы можем понять что существует некоторый свет священного который мы описали как бесконечный и как бы не направленный на мир он выше мира когда он изливается он может дать приток даже нечистый потому что правильный неправильный чистый нечистый для него мало различий на самом деле эта идея находит свой отклик в писании так есть фраза взлишне шмамид дает 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 что может быть в царском дворце ящерка вот ящерки не положено быть в царском дворце там все должно быть чисто убрано вот она показалась царь дворец в умрачном состоянии тоже организует поиск чтобы отловить эту ящерку царь приходит мимо не обращает внимания он царь он выше этого его не интересует а есть она нет у него свои заботы и есть другая фраза в книге Иов когда к Иову приходит его друг Иов страдает и болеет его друг Иов приходит к нему и говорит ему что ты стараешься быть праведником если ты будешь прав что ты дашь Бог если много у тебя будет грехов и что будет Всевышний что он возьмет из твоей руки то есть он пытается внушить идею что наши действия незначимы для Всевышнего идея это разумеется не влако чужда евреизму однако опять-таки мы видим что в каком-то виде она отражает истину а именно что существует некоторый уровень света над миром возвышенного над миром и этот свет готов прийти и к правым и к неправым они для него все одинаковые сделаем только одну заметку то что когда я приводил первый пример с миллиардером в деревне он справедлив если жители деревни не знакомы этому миллиардеру если же у него там есть друг или родственник то ситуация может измениться и он тогда пристально посмотрит что там происходит обратит свое внимание то есть это не всегда так как будет объяснено гадо таким образом мы получили ответ на вопрос как клипот как сетра ахара получает жизненные силы от священного либо в конце всех трансформаций когда свет его находится уже в конце цепочки на самом нижнем уровне предельно сокращен и такой свет может получать сетра ахара либо наоборот когда свет его еще выше этой цепочки и выше миров оттуда тоже может быть приток сил сетра ахара сейчас я предложил сделать пятиминутный перерыв и продолжить это я я оставлю итак на основе двух отступлений которые мы сделали мы теперь сможем ответить на вопрос как положение которое называется бур беременность способствует тому чтобы милый чистоты получал приток жизненности напомним как описывается положение эмбриона в утрове матери трактация недавно голова на туловище прикрыта ногами ребенок скручен три раза то есть если на него посмотреть и головы не видно туловище как бы не видно а что видно это ноль вспомним то что мы сказали про голову туловище и ноль три уровня медов вот такое положение ребенка мы уже помним что ребенок описывает состояние медот эмоциональной качестве лишнего вот в таком скрюченном состоянии если там осознание если там часть осознания нету головы не видно если там эмоциональную часть нету туловище что там есть то что делается как бы нехотя когда человек как бы заставляет себя можно сказать что Всевышний дает миру жизненные силы но делает это нехотя без особой радости так описывается состояние беременности возьмем теперь еще одну сторону этого описания что внизу свет Всевышнего очень маленький сокращенный как вот этот уровень навязанного действия в котором жизненности очень мало да какие проблемы проблемы есть да у меня почему-то два зума появляются не важно оставь все нормально ну ладно не буду то есть вот это положение ребенка внутри обнимателя означает что Всевышний дает в мир очень много сил они сокращены главные его силы ушли наверх и как бы находятся над миром а мы уже сказали что когда свет Всевышнего и силы Всевышнего находятся над миром от них опять-таки может быть приток жизненных сил в чистоту как себе представить вот эти силы Всевышнего которые находятся над миром их можно представить как воля Всевышнего которая движет всем что происходит в мире но воля его может быть направленная на мир и не направленная вот это непонятное высказывание я сейчас объясню а объясню вот таким образом в книге Дворим есть фраза в которой говорится о Торе что грубого грубого духом который высокомерен по отношению к другим не считается с ними нету Тору грубым духом это небо что делать с морем это вторая часть высказывает наших мудрецов они говорят и не от того кто раскрывает свое сердце для Тора как море вот тут что-то начинает быть непонятно но это как так человек раскрывает свое сердце человек хочет учить Тору и у него не будет Тора у такого человека не будет Тора как это может быть однако ответ очень простой что имеется ввиду особый склад людей которые направлены на то чтобы желать вот он кричит я хочу учить Тору я хочу Тору я хочу Тору но он говорит ладно ты хочешь это первая ступень вторая ступень книжку открой третья ступень прочти четвертая ступень дальше у него дальше первая ступень что он хочет никуда не идет он не готов открыть книжку он так поглощен своим желанием что он не переходит к следующим этапам есть люди которые хотят учить Тору и учат ее есть люди которые хотят учить Тору и хотят продолжают хотеть и в состоянии хотели всю жизнь другими словами воля как понятие может пребывать в двух состояниях воля направленная когда человек поставил какую-то цель он желает и он хочет ее добиться то он начинает к ней идти он обдумывает как к ней прийти у него появляется эмоциональная составляющая что он хочет к ней прийти и он приходит к ней это я называю направленной волей воля может быть в ненаправленном состоянии когда они на самом деле направлены только на самую себя я хочу вот это так я и кричу я хочу не больше того это пример того как может быть свет Всевышнего энергия Всевышнего не направлена на мир выше мира то состояние которое приносит жизненные силы мира и нечистота мы использовали словом направленная воля или ненаправленная можно ввести немножко другие понятия которые мы упоминали в предыдущей лекции лицо и затылок лицо это то куда человек направлен то что человек хочет и желает он смотрит затылок то что его мало интересует и вот оказывается что воля Всевышнего имеет лицо истинная его воля истинная направленность и имеет затылок просто некоторое решение что поддерживайте этот мир затылок оров это те же буквы что паром фараон и фараон потому и хотел состояние беременности потому что в этом состоянии силы Всевышнего были над миром желание Всевышнего было представлено своей внешней частью затылком это давало ему огромный приток жизни поэтому если провести какую-то черту и мы сможем ответить на вопрос почему фараон так хотел чтобы продолжалось состояние беременности по двум причинам потому что наверху в высших мирах на том уровне того света который выше мира воля Всевышнего не направленная воля Всевышнего давала приток фараон из оруд исходил пароон и кроме того за счет того что те силы Всевышнего которые уже все таки были направлены на мир были направлены как навязанное действие как третья ступень ведут когда Всевышний заботится о мире но опять таки не очень на него хочется смотреть он делает это нехотя если мы могли так сказать а когда делается нехотя там не смотрят где правый где виноватый где чистый где нечистый делается чтобы было сделано поэтому мы можем уже объяснить первую часть фразы мы были рабами у фараона и лицами почему мы были рабами на самом деле как объясняет Риза эта фраза содержит в себе не только констатацию факта мы были рабами мы были в подчинении она содержит объяснение объяснение связано к двум факторам которые называются паро ореф затылок ненаправленная воля Всевышнего и митраин беременность те силы Всевышнего которые направлены на мир прибывают в предельно уменьшенном и скрытом виде ну теперь самое время перейти к второй более оптимистичной части фразы эта фраза вывел нас ашем Всевышний сейчас мы уточним сильной рукой и тоже протянутой гладью тоже рукой что произошло в момент выхода из Египта пробудилось истинное желание Всевышнего истинная его воля я хочу сказать еще несколько слов по поводу двух сторонах воли Всевышнего то что мы назвали внешней внутренней частью или назвали лицом и затылком внешняя часть воли Всевышнего отражает именно то что Всевышний он выше всех он бесконечно возвышен над миром она отражает его возвышенность и удаленность однако есть более глубокая часть его воли то что мы называем его истинную волю она отражает не то что он безусловно он возвышен она отражает то что он хочет народ Израиля он хочет весь мир его интересует чтобы народ Израиля выполнял труд это его истинное желание это квинтэссенция его желания внешняя сторона его желания описывает какой он бесконечный недоступник внутренней части его желания описывает как он направлен на Исраиль на народ Израиля в этой фразе обминаются два имени Всевышнего Ашема и Луки в данном контексте как объясняет Аризе они указывают на две сферы хохма и дина то желание Всевышнего которое до сих пор пребывало в некотором внешнем виде над миром мало интересуясь как бы мало интересуясь миром в нем пробудилось истинное его желание и сразу же он стал думать о мире направленном стал быть направлен на мир пробудилось хохма и пробудилось библи на языке кабалы говорится так что хохма и дина стали облачением то есть позволили реализоваться его рукам тем самым сильная рука и протянутая гладь его рукам его стремлению к добру его стремлению к строгости оно получило свою реализацию за счет того что он взглянул на мир пристально увидел народ Израиля пребывает в тяжелевшем состоянии а ему предстоит получить торм это привело к двум следствиям наверху пропала внешняя составляющая его воли потому что она заменилась внутренней ее составляющей направленностью на народ Израиля фараону понятное дело стало делать нечего ушел в затылок появилось лицо а с лицом фараона у фараона никаких хороших отношений нет и быть не может он направлен только на затылок внизу это привело к тому что произошли роды прекратилась беременность она завершилась успешными родами и не до всевышнего пришли не в сокращенном не в урезанном визе а в полном своем полной своей мощности направлен будучи направленными на благо народа Израиля на то чтобы он вышел и получил то поэтому вторая часть фразы описывает почему мы перестали быть рабами внутренняя воля Всевышнего облачилась в его хохму облачилась в его вину и стала направленной на то чтобы народ Израиля смог выйти и прийти к получению Итак давайте подведем итог того что мы говорили сегодня итог выражается довольно коротко что за счет пробуждения внутренней истинной воли Всевышнего мы вышли из-под власти фараона потому что наверху его воля лицо заменило затылок затылка больше нет фараона больше внизу имеется ввиду тоже внизу на высоком уровне на более низких уровнях его медот медот Всевышнего получили развитие и стали адекватными и направленными на благо народа Израиля и поэтому мы вышли из-под власти фараона затылок и мы вышли из Митрая то есть беременность со всеми вытекающими последствиями и я хотел бы только добавить что египетское изгнание как известно является прообразом и кормим для всех последующих изгнаний и поэтому будем надеяться что так же как мы вышли из Митрая мы выйдем из нашего изгнания в котором находимся до сих пор в самом скором времени я хочу показать источники для интересующихся источники и основные источники сегодняшней лекции которые существуют на русском всем спасибо молодой сентябрь окей большое спасибо